В округе провели очередную встречу с жителями. Люберчане задавали волнующие их вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Подробнее расскажет наш корреспондент. Это в ванной шуме или это в комнатах? В комнатах везде идет. Мы спим, и вот это включается кран, идет кул во всей квартире. Светлана Ведонова несколько месяцев назад приобрела квартиру на проспекте Гагарина. Когда все документы были оформлены, семья справила новоселье. О том, что в квартире невозможно спокойно спать, узнала, когда соседи включили воду. Светлана неоднократно обращалась в свою управляющую компанию, писала в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. С ответом не торопятся. Когда включают верхние этажи воду, у меня сильный гул и шум во всей квартире, во всей комнате. Мы не можем ни спать, ни отдыхать. Четыре месяца управляющая компания отписывается, говорит, что мы, так как мы приняли квартиру, подписали прием-передачи, мы не можем установить редукторы. Это зона ответственности собственника. На встрече также рассмотрели вопросы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства дворов, организации дополнительных парковочных мест, предоставления жилья отдельным категориям граждан. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый на встречу такого формата пришел первый раз. Послушал, чем люди интересуются, послушал квалифицированные ответы. В принципе, у администрации они не всегда были квалифицированы, но, коли мы говорим о формате, мне очень понравилось. Следующий формат встречи однозначно мы сделаем так, чтобы был и наш стол, особенно что касается депутатов уровня, хотя бы МОСОБОЛ, думаем, те вопросы, которые мы в состоянии помочь решить администрации, они есть. Их мы должны знать, и должны знать из первых уст. Все вопросы и пожелания жителей зафиксировали и взяли в работу. Многие вопросы решили на месте.